Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Кутия, добрый день, члены семей, участвующих в специальной военной операции. Среди тех запросов, которые мы слышим от вас во время наших встреч, обращений как в телеграм-группы, так и на 122, так и на встрече с главы, одним из вопросов являлось усиление работы по психологической поддержке, оказанию психологических услуг. На настоящий момент главой Республики Сахая-Кутия принято решение и, значит, непосредственно такое усиление произошло. Специалисты по социальной психологии Якутии прошли переподготовку на клинических психологах для оказания квалифицированной психологической помощи военнослужащим и членам их семей. Переобучение произошло на базе одного из ведущих федеральных институтов Российской Федерации. Соответственно, значит, наши сотрудники уже готовы оказывать более квалифицированную помощь в приоритетном порядке участникам специальной военной операции и их близким. Необходимо обратить внимание, что круглосуточная психологическая поддержка у нас также оказывается по короткому номеру 122. Любая психологическая услуга может оказываться в том числе и анонимно. Необходимо обратить внимание, что группа клинических психологов, так же, как и социальных психологов, так же будет нами направлена в Ростов, на Дону, в Хабаровск и в Владивосток для того, чтобы оказывать помощь нашим раненым бойцам. Группы помощи родственников продолжают работать, созданные по поручению главы Республики Асена Николаева. В эти группы можно, как я уже напоминаю, обратиться по разрешению любой жизненной ситуации. Основными в этих группах является заместительный глав по соц. вопросам, которые непосредственно в течение суток от обращения до, соответственно, разрешения вопроса или промежуточного ответа доведут эту информацию до соответствующего министерства или ведомства и, соответственно, у родственников будет понимание. Одно из сложных вопросов для нас сегодня является вопрос по поиску родственников, по поиску непосредственно военнослужащих. Работа в каждом случае отрабатывается индивидуально. На настоящий момент группами, которые созданы по инициативе главы Республики, отработано около полутора тысяч жизненных ситуаций. Начинает восстановление документов до поисков военнослужащих длительное время, не выходящих на связь с родственниками. Поверьте, в данном вопросе, тогда, когда находится военнослужащий, находится родственник, радуются все, кто находится в этой группе. И это большая непосредственная работа, чувства которой разделяют каждый находящийся рядом.